Пока в секторе газа продолжали греметь взрывы, в Париже раздавались призывы к прекращению военной операции, начатой Тель-Авивом после недели безуспешных попыток остановить ракетные обстрелы Хамас авиаатаками. Однако мирный митинг закончился насилием. Пропалестинские демонстранты начали бросать в полицейских камни и бутылки. Стражи порядка применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Протестующие скандировали «Израиль – убийца», демонстративно разорвали флаг еврейского государства и подожгли как минимум одну машину. Сотни людей вышли на улицы в северных районах Парижа, несмотря на редкий для Франции запрет на проведение митинга. Президент Франсуа Алант объяснил его необходимостью поддерживать общественный порядок. Выступили против военной операции в секторе газа и жители Тель-Авива. Их демонстрацию пытались прервать сторонники правительства, одобряющие наступление. «Я верю, что важно прекратить военную операцию, эту резню в газе, потому что это просто необходимо», — говорит участник протеста. «Это негуманно. Израильское правительство предпочло миру войну, провалило мирные переговоры с строительством поселений и спровоцировало эту войну. Около 75% жертв — мирные жители, обычные люди. И их жизнь в газе под бомбардировками — это ад. Это надо остановить». Тель-Авив заявляет, что с начала боевых действий погибли пятеро военных и двое мирных израильтян. По данным властей газы, за 13 дней конфликта умерли 345 палестинцев, в том числе 70 детей. Демонстрации с требованием прекратить военную операцию в секторе газа в субботу прошли также в Лондоне, Женеве, Сидне, Сантьяго и других городах мира.